вы слушаете радио болткома утра на болткоме утра на болткоме продолжается александр шунин по-прежнему с вами сегодня у нас на календаре 9 мая ну и обсуждаем мы социальную кампанию я это мы с ассоциация open radio 6 центра будет рассказывать об уличной молодежи оценивать интеграцию молодежи побудить общество все-таки обратить внимание на неблагополучную молодежь повысить осведомленность в интеграции молодежи какие-то вот жизненные истории всевозможные рассказывать и этим в принципе вот занимается как я уже сказал ассоциации open radio 6 центра и с нами на прямой связи снователь и руководитель этой организации эдис клайшес здравствуйте доброе утро доброе утро доброе утро расскажите о компании почему она именно сейчас запущена что явилось не знаю таким триггером что ли основанием кто вас поддерживает наконец-то нас поддерживает общество и я начну с того что я всегда при любой возможности говорю самая самую большую ответственность за жизнь дальнейшую жизнь этих подростков несут общество потому что общество это та которая их осуждает и не дает им возможности но с другой стороны нельзя видеть общество так как более чем 30 лет я сейчас говорю независимой латвии советское время конечно у нас не было ни инвалидов и уличных подростков да но я говорю период независимой латвии более чем 30 лет никто не додумался до того что надо ну как это изглит от совет рибу образовывать общество да вот как-то образовывать общество по поводу этих подростков почему они выбрали жизнь на улицу на улице да и так далее 90 процентов уличных подростков на улицах находится не потому что они они любят тусоваться на улице не выбрали жизнь на улице потому что дома у них ужасные обстоятельства это не них выбор и их жизнь заставила им свои 12 13 14 и так далее нет надо заботиться таких вещах как где что он будет кушать что он будет одевать иногда даже где он будет ночевать в нормальных семьях об этом об этом заботиться родители и подростков о таких вещах не должен заботиться он даже думать об этом не должен он должен думать об учебе и все это создает такую ну очень большую кучу проблем да например очень простой пример приведу гигиенические прокладки попробуйте себе представить какие последствия в жизни под девушки может быть из-за того что у нее недоступны эти прокладки она один раз не приходит в школу второй раз не приходит в школу третий раз не приходит школу ей ухудшается оценки меняется отношение учителей к ней меняется отношение их одноклассников к ней и чем это заканчивается она просто перестает идти в эту школу но есть такие девушки у которых недоступны эти самые прокладки да ну они при этом виноваты я не вижу их вину там а скажите пожалуйста вот получается ведь парадоксальная ситуация если бы речь шла о детях то здесь общество общество есть там сиротские суды возможность ну то есть передать детей в более благополучные семьи в детские дома а подростки как будто бы выпадает я скажу одну вещь на подростки я должен немножко отступить и сказать то что о большинстве этих подростков официальные учреждения не знаю почему не знаю не знать потому что надо понять одну вещь какие бы эти родители не были алкоголики наркоманы и так далее это их единственные родители и они их любят и они никогда не будут как я говорю бросать под танк своих родителей они не будут никуда ходить жаловаться да потому что они знают какие у этого будет последствия еще что они боятся вот они боятся именно того что вы только что сказали они боятся что их изимут из семей и они попадут в эти детдома и так далее хорошо не будем жить в иллюзиях в этих детских домах не так все прекрасно очень малая часть сотрудников работает там потому что они любят детей большинство сотрудников работает потому что где-то работать надо и они панически этого боятся тут мы приходим опять к изначальному вопросу что это за компания понятно чему она посвящена в чем она будет выражаться какого результата вы хотите достигнуть именно с помощью этой компании чтобы люди задумывались чтобы задумывались о чем что что есть никому не нужны подростки в таких ужасных семьях которые они тем не менее не могут кинуть потому что мы очень хорошо знаем какое общество отношение к этим подросткам и чтобы люди задумались о том что какие истории стоит за этими подростками что ну они не выбрали эту жизнь просто потому что они любят тусоваться и что я могу сказать мы акции вообще-то начали 15 февраля и мы три недели каждую неделю выпускали по одному по одному видео но мы прекратили поставили на паузу акции потому что началась война в украине и все было полно этой информации и мы сейчас опять восстановили акции и сейчас у нас будет опять три видео и потом мы вернемся уже осень зима и мы будем это делать ежегодно два раза у нас будет каждый год по две сезоны прошлый раз когда мы с вами общались на тему ваших центров вы сказали что со сложным чувством рассказывайте потому что с одной стороны их становится больше и это хорошо и по той же самой причине это ужасно потому что они востребованы потому что этих подростков все больше и больше сами подростки они по-прежнему осведомлены куда им идти это первый вопрос еще получается что вы пожалуй буквально один из немногих в латвии которые знают этих ребят на перечет да я цифрах не буду говорить я уже это прекратил конкретные цифры называть какое-то время я это не делаю и но трудно об этом говорить как они узнают сарафанной ради мы достаточно активный и в социальных сетях я даже не пришлось зарегистрироваться в тик токе нормальный современный канал продвижения да да мне сейчас еще подростки заставили зарегистрироваться снабчате они у меня очень многому научили ну да в основном сарафанная радио между ними очень хорошо работает но еще и то что я же еду на улицах тоже общаюсь с подростками нашим наши машины ну трудно не заметить да и есть сейчас уже мы добились того что подростки сами подходят то есть они доверяют да это знак доверия можно сказать что они сами приходят да 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 я на самом деле мне мы начали сейчас помогать уже какое-то время тем которые пострадали от насилия и так далее меня очень пугает то что все больше становится именно этих звонков по поводу ну того что они пострадали от насилия я просто думаю о том что мы даже не можем представить какая ситуация какая ситуация с этим подростком целом если он решился позвонить чужому человеку и попросить помощи да это о чем-то говорит и потому что у этих подростков вообще ну у любого подростка очень трудно кому-то спросить о помощи но если подросток готов звонить чужому человеку и говорить что ему нужна помощь что ну то это означает что ну там ситуация очень-очень сложная и очень ну трагическая а скажите вот все таки здесь в чем выход вы видите как решить эту проблему того что но вот эти подростки оказываются на улице и не хотим в то же время не хотят сдавать своих родителей и как эта проблема будет была всегда и она будет всегда я даже не веню в этом каких-то министерств и так далее потому что надо понять что и там министерство благополучия изгледие всеземенность министрии да социальные службы и служба пробации и так далее они уже борются с последствиями давайте будем реальными никто не проучит родителей алкоголь никто мы будем реальными там нету смысла тратить деньги на каких-то менторов и так далее я всегда как пример привожу если вы думаете что можно перевоспитать этих родителей алкогольных и наркоманов то возьмите этих менторов и сходите корига там где эти парочки тусуется вода и попробуйте с ними пообщаться не надо тратить время пустую время энергию деньги да просто пустую у этого нет смысла единственное что мы можем стараться это прервать эту цепочку да чтобы подросток не продолжал тот образ жизни которые ведут их его родители но для этого его нужно из этой семьи исключить или дать ему какой-то очень большой противник как из тех семей где есть насилие да конечно там без разговоров надо изымать из семей но я очень большой противник того чтобы подростков изымает из семей потому что надо понять здесь тоже надо возвращаться тому что я говорил что это их родители это их единственные родители и они их любят и представьте подростки 14-15 лет если шанс его изъятия семьи то как я говорю вы не только ему семью отняли и я на детских домах где ему надо начинать с нуля даже со сна там минуса потому что там же есть издевательства тоже самое насилие да и так далее вот тогда будем реальными где ему лучше мы единственное что можем делать это создавать альтернативу где ему проводить свое время ну то есть не будет тоже выброшенное время деньги и нервы и здоровье если он условно там 8 часов будет проводить в благополучной среде а 16 возвращаться вот этот бытовой ад но здесь давайте будем но только потому что это мои родители и я их люблю я я не думаю что это будет ну пустую это будет выброшенное время и мы с такими даже ну такие к нам не приходит есть те есть и такие подростки надо это признать не будем жить в иллюзиях которых не как бы мини старались мини изменим это ну это нереально я уже предыдущий раз когда мы с вами говорили я говорю что к нам приходит те которые хочет что-то менять но для этого должно быть понимание которое откуда-то должно появиться что так жить ненормально и лучше жить лучше тоже надо обладать и силой характера определенный где мы живем время где очень доступно очень много информации и мы не живем в четырех стенах да и эти подростки тоже не живут четырех стенах так чтобы у них не было возможно увидеть что можно жить и по-другому они очень хорошо видят что можно жить по-другому если они этого хотят они к нам и приходят а если у вас какие-то все-таки ну позитивные примеры того когда удавалось вытащить подростков вот из этой среды и что но жизнь них наладилась что вот но мы понимаем что это у вас времени не хватит чтобы я это все рассказал это прекрасный ответ у нас очень сейчас уже много таких случаев мы говорили ну вы начали о том что определенный процент маргиналов он всегда был всегда будет к сожалению так оно и есть учитывая происходящее все это удорожение всего и вся ваш прогноз ухудшится ли ситуация станет больше маргинальных родителей соответственно больше подростков которым необходимо будет помочь конечно конечно я могу сказать так будем реальными если есть какой-то какой-то кризис в экономике то кто это больше всего чувствует это чувствует социально ну так по простому говоря тему который не так уже легко жилось да я скажу один очень простой пример в январе когда люди получили новые счета за электричество у нас очевидно это означает о том что ну дома обстоятельства становится все хуже у нас даже в январе был случай сейчас уже много таких била что подошел ко мне парень и и спрашивает я могу взять пару гигиенических пакет маме отнести это чем-то говорит да и давай будем реальными зима будет лето еще нормально будет потому что мы не почувствуем эти большие цены на коммуналку да зимой будет очень тяжело это неизбежно таком случае давайте скажем как можно помочь чем можно поддержать там деньги на счет какие-то вещи и так далее но это все востребовано я всегда в социальных сетях публикует то что нам необходимо да да конечно мы всегда рады любому пожертвованию у нас есть банковский счет на который можно перевести деньги то же самое касается нам всегда можно привозить ну конечно заранее надо созвониться с нами но нам всегда можно привозить продукты такие которые долго может стоять консервы так называемая тушенка макароны какие-то кетчуп и молоко которое можно держать не в холодильнике но это много срочный как он называется но если у нас есть какие-то особые необходимости я об этом громко кричу и фейсбуке и в твиттере да так что я думаю что это трудно не заметить я думаю что главная мысль вот которую вот стоило бы тоже обратить внимание общество наверное все таки заинтересованы кровно заинтересовано в том чтобы прервать эту цепочку потому что гораздо проще наверное для общества попытаться вложиться в то чтобы помочь этим подросткам на вот этом этапе чем потом тратить деньги на полицию содержание тюрем и нового на то чтобы обезопасить себя от тех ну кто встал вот на дорогу да у нас немножко что-то конечно давайте очень неправильно люди думают что они какие-то другие я даже могу вам сказать так что у общества есть чему поучиться от этих подростков да не этим подросткам от общества а именно наоборот этого у этого у общества есть много чему поучиться у этих подростков потому что у них как это правильно сказать верты и пускал до шкала ценностей до намного ну да уцеловать и как они не настолько материальны они всегда готовы друг другу помочь это те вещи которых нам надо получиться их это из огромное спасибо что были с нами и конечно же ваша деятельность заметно и мы всегда к вашим услугам всегда что все что нужно помочь что сообщить радио болтком и портал микс news всегда вас поддержат создатель и руководитель общества open радужный центр сэдис клайш был с нами социальная компания ссмом с на возобновлено сейчас и ну и вот ряд проблем ряд вопросов мы только что обсудили связанные с неблагополучными подростками спасибо спасибо за сего дня на связи конечно да радио болтком